Если вы хотите оставаться гражданином Украины, вам необходимо до 18 апреля, срок определен, до 18 апреля прийти в один из пунктов федеральной миграционной службы, их всего три в Крыму, в Семперополе, на бульваре Франко-44, в Бас-Сарае, не знаю точно адрес, и в Белогорске, это улица Нижнегорская 1, и еще есть один пункт в Севастополе, но Севастополь является отдельным регионом. И вам нужно подать заявление, определенные формы, заявление определенного образца, бланки у них есть, где вы вписываете свою фамилию, домашний адрес, где вы зарегистрированы, прикладываете копию своего украинского паспорта, который у вас есть, и отдаете это заявление. Если у вас есть несовершеннолетние дети, и вы не хотите, чтобы они были гражданином России, или гражданкой России в будущем, вы вписываете несовершеннолетнего ребенка и прикладываете копию свидетельства рождения. Вы подаете это заявление. Внизу есть маленькая приписка, незаметная совершенно, что вы подписываетесь под тем, что правовые какие-то нормы, что-то такое, вы ознакомлены с ними. Суть такая, что мы подписываемся под тем, что мы ознакомлены с какими-то законами, и какие-то меры к нам могут быть приняты, но никто не говорит о том, с чем мы такие ознакомлены, какие меры к нам могут быть приняты, и какие правовые аспекты мы смогут потом коснуться. Я спросила у начальника миграционной службы, что это за правовые последствия. Он объяснил мне, что это касается исключительной регистрации. То есть мы, как будем считать, тоже здесь иностранные граждане, и мы не будем иметь здесь постоянной регистрации. У нас регистрация будет исключительно временная. Либо это будет талон временной регистрации, то есть мы должны каждые 90 дней покинуть территорию Крыма, выехать и потом ехать опять, и опять оформить документы на 90 дней. Что сейчас меня уже настораживает, потому что последние российские законы говорят как раз о том, что такое право у меня будет один раз в полгода. То есть, а что делать последующие 90 дней, где мне находиться, вопрос умалчивается пока. Ну и второй способ – это вид на жительство, оформление вида на жительство. Вчера в Главном управлении Федеральной миграционной службы мне сказали, что ближайшие такие виды на жительство будут оформляться приблизительно через год не раньше, поскольку не отработана правовая база. То есть, под возможными последствиями я подписываюсь, а правовая база еще до сих пор не отработана. Затем, когда вы подаете такое заявление, вам сразу же выписывают справку начальник Федеральной миграционной службы. Ваша справка будет принята к рассмотрению. То есть, они зафиксировали в справке, что вы подали заявление об отказе от российского гражданства, и вы приняты к рассмотрению. То есть, не факт, как будет рассмотрено ваше заявление положительное и отрицательное. Никто не знает. Никто ничего не знает. Никто ничего не говорит. То есть, собирают справки, справки выдают на обычном белом листе. То есть, это не защищенный бланк. Там нет никаких водяных знаков. Это не фирменный бланк с какими-то механизмами защиты. Без печати, без штампов. Мотивирует тем, что российские службы, такие я не видам, по-моему, им самим, что за российские службы, изъяли все бланки, штампы и печати. И поэтому они сейчас вынуждены пользоваться тем, что есть. Потому что Россия нового ничего взамен не прислала. Ничего-таки нет. Ну и вот складывается ситуация. Люди получают вот такие бумаги, вручную подписанные начальником миграционной службы. И основной упор идет на то, что вот этот начальник может смениться в любой момент. То есть, его производят ротацию, его уберут, поставят другого, где потом искать этого начальника, на что нам опираться. Но единственное, что может нас защитить, все-таки, что эта подпись была поставлена не под давлением, а была поставлена в государственном учреждении. Человек, если проживает в Крыму, зарегистрирован в Крыму, с какой-то причиной сейчас оказался вне Крыма, он может, единственное, что делать, это приехать в Крыму и покровить свое право. Укрпочта остановила все отношения с Почтой Крым. Ситуация с тем, как обстоит дело с ущемлением наших прав украинцев. Вот как быть с тем, кто проживает в Керчи, или те, кто проживает в Армянске, в Перекопе, в Джанкое. Интересная, мне кажется, ситуация с определением вот этого самого правозаветного числа, 18 апреля, для того, чтобы граждане Украины могли прийти и сказать, что мы не хотим быть гражданами России. При этом получение российского паспорта во времени не ограничено. Три пункта, которые работают. В этих трех пунктах максимальное количество в день людей, которое может быть принято, это 100 человек. Я беру три пункта. То есть мы умножаем три на 100 человек в день, и на 30 дней мы получаем 9 тысяч человек. Вот я вчера специально провела этот расчет. То есть 9 тысяч человек, это при максимальной загрузке вот этих трех пунктов, могут подать вот такие заявления. Но если мы вспомним результаты референдума, в которых говорится, что 3% на референдуме не проголосовали за Россию, а 3% из тех, кто голосовал, это больше 51 тысячи. Будете ли вы получать паспорт сначала или не будете ли вы получать паспорт, это их не волнует. Вы его все равно получите, этот паспорт. То есть будут созданы определенные обстоятельства, определенные условия, при которых вам необходимо будет идти получить этот паспорт. Здесь, на территории Ифры, основная масса новых россиян, которые получают новые паспорта, получают паспорта без регистрации. Им говорят, ничего страшного, вы не переживайте, вы не волнуйтесь, это просто длительный процесс, мы не можем все это... Ну как, позвольте, всю жизнь мы получали паспорта, это был не длительный процесс, а теперь, значит, в России он взгляняется. Через 2-3 недели мы вам выведем справки. Что такое справка? Куда ее потом приклеить? Ты что, ее в паспорт вклеишь эту справку, что ли? Я не могу ничего советовать, я никому не даю никаких советов. Что вам делать? Оставаться вам гражданином Украины? Или становиться вам гражданином России, это ваш личный выбор. Но я считаю, что выбор вы должны сделать в любом случае.